ну вот и лето прилетело с ним заботы с ним уборка урожая и знаете я тут с утреца вышел пять часов пол шестого не спится и думаю вот может быть мы приобретем вот это поле 47 рядом с нами смотрите недорого стоит там 64 тысячи по-моему и уже урожай созрел сорняков нету все удобрено давайте наверное брать давайте брать эти поля и я так думаю что этим же летом мы приобретем большую такую зерновую мельницу вот она находится где-то вот это вот тут вот вот она далеко конечно же но на ней будем обрабатывать муку делать а потом эту муку будем в на пекарню возить которую тоже нужно будет конечно же купить вот но прежде чем мы это будем делать смотрите что произошло вышел с утра посмотрел все засохло помидорчики засохли салатики засохли вот поэтому я позвонил и сказали то приедем будут делать артезианскую скважину где-то здесь потому что ездить на озеро я уже немножко подустал и скважина вроде бы как говорят да на твоем же участке поэтому будет вода будет бесплатно будем брать контейнеры вот она я даже уже место присмотрел примерно вот здесь вот вот как то так вот потому что рядом с ручьем тут вода залегает буквально тут недалеко вода вода накачивается но давайте проверять не надули нет смотрите не надули все нормально деньги с нас не считываются вот теперь тепличками заниматься будет намного проще проще легче и я вот думал их убирать помните да мы с вами об этом решали убирать на них не убирать продавать не продавать потом таки решили что оставим потому что если их продать мы все равно но заработаем мы там 30 тысяч с этого нам это ничего не даст фактически вот а так они стоят и потихоньку приносят доход да приходится грузить в прицеп да приходится выбирать рынки ездить но можно еще более ленивый вариант это если мы опять таки подпишем контракт будут к нам приезжать забирать это все мы вообще ничего не будем делать но это согласитесь это немножко скучно как-то я помидорчики таким образом продаю зимки на кафешку вот но они сегодня засохли поэтому давайте сейчас запустим производство потому что нам нужны будут деньги если мы сегодня поле покупаем а я хочу это сделать чтобы опробовать и наш новый комбайн и плюс ко всему же и соломку получим и поле рядом вот она на этом поле потом сможем что-нибудь построить интересное если она нам покажется слишком мелким а я так думаю что надо но небольшое а может быть какая-нибудь ферма появится в конце концов так что планов с утра пораньше громадью особенно знаете после пробежки многие рекомендуют бегать и я как-то проходил курс есть такая обучалка или как бы это сказать курсы курсера называется бесплатные на этих курсах онлайн конечно же да на этих курсах но много чего можно изучить вот реально просто ваше желание сесть и время потратить и даже какой-то сертификат вы можете получить но там это не главное главное то что вы там получаете знания да так вот я там проходил курс и один из профессоров этих который там на этом курсе рассказывал о пользе бега говорит я бегаю и таким образом во время бега приходит какая-то обязательно какие-то мысли приходят по поводу чего-то там о чем ты там раньше думал там может быть решал не мог найти решение какое-то вот потому что горит во время бега мозг насыщается кислородом и вам вот так вот неожиданно какие-то мысли приходят это такое вот долгое вступление сегодня я пробежался и понял что нам нужно многое менять для того чтобы более-менее успешно здесь работать и зарабатывать нам нужно кое-что менять кое-что покупать кое-что продавать мы увидели что в принципе работает до запустили то что засохло я дальше продолжу уже немножко за кадром сейчас не будем так она интересно набирается до прекрасно набирается даже если при выключенном двигателе в общем погнали погнали сегодня у нас будет поле вот тут у нас владелец адриан хупер адриан хупер сейчас ему будем звонить пускай приходит и наломим просто грязным налом руки дай мимо денег и будем прям сразу сейчас начинать работать ночью комбайн простаивает у нас деньги только за амортизацию жадка вот которую я приобрела теперь вот хожу вокруг нее и чешу шу затылок потому что непонятно вообще будет ли она работать слишком по моему она широкая и шнек она-то будет работать просто шнек слишком короткий для такой лежатки но какая была в магазине такую мы и взяли так вот самое главное этому адриану не показать нашу заинтересованность большую сразу же цена возрастет знаете как на базаре что-то покупаете подходите так со скучным видом насколько там того столько-то столько-то да ну это дорого и уже так уходите но возьмите там на 20 процентов дешевле вы такие опять возвращаетесь так думаете давай 25 процентов тогда возьму ну ладно забирай так и здесь так хорошо давайте смотреть первое что мы смотрим да так я проверяю то ли у нас тут так как надо или тут включена выключена потому что там дядя мне звонил чтобы я приехал винограды мы помог собирать там как-то странно в настройках не совсем понятно за это все работало так ладно погнали в общем автозапуск здесь выключен там включался сам хотя я его не трогал цена шестьдесят четыре тысячи но битя берем берем тут думать да берем и вот этого тоже меня интересует и это интересует меня вообще все тут интересует чтобы вот этот участок весь наш был окруженные вот дорогами и ручьями потом вот это это то то все все конечно все больше и больше хорошо давайте разворачиваем восьмитон ничек я вам напомню у нас жатко как-то низко по моему как мы можем как-то регулировать раньше была возможность сейчас есть и и что-то еще там что там непонятно ага усывается и задумка хорошая интересная ну мы видим да смотрите полностью отремонтированный комбайн жатко и вот у нас семь восемь километров до девяти хотя должен десять давать но я думаю что нормально в наших условиях это нормально зато широче и и она буквально по земле получится когда забогатеем тогда я куплю или комбайн уже другой или жатку к нему и его родной сейчас будем вот тем что есть пользоваться да она вот реально чуть-чуть чуть-чуть только я на горочку заезжаю вот она шкребет нам повезло то что там поля ровные вот это вот пожалуй самый холмистая самое холмистая такое вот поле а там по ровненькому ну а если будет совсем уже неудобно плохо ну продадим продадим докупим так ну которая точно подходит комбайн кстати я давно не заглядывал может быть там что-то в магазине сейчас это поле да обработаем и посмотрим может быть там и жатки какие-нибудь еще что-нибудь есть интересное вот но все равно даже несмотря на то что вроде бы как есть некоторые тут проблемки все равно я доволен потому что мы приобрели свой собственный комбайн взяли нам не нужно теперь в аренду брать не нужно выплачивать дикие деньги какие-то ждать пока оно там созреет поле и стоит этот комбайн не знаю что ли его сдавать или оставить или что с ним делать так все свое мы сейчас будем вниз ехать так вообще весело я думаю поедем жатка не будет цепляться это как штаны на вырост да все наверное донашивали штаны на вырост после братьев старших или просто купили такие вот не те которые вам подходят а вот на вырост на 2-3 года вперед вначале они такие волочатся потом нормальные а потом короткие но зато 3 года отходили так у нас с этой жаткой на вырост она у нас сейчас окей потом приобретем другое так но в любом случае я доволен у нас поле у нас комбайн и у нас сегодня я надеюсь что будет все таки мельница и возможно на мельницу даже ячмень не знаю как насчет ячменя возится ли туда ячмень вот пшеничка так точно так вроде бы как полный и сейчас момент истины смотрите да нормально шнек нормально хватает его вполне так погнали погнали теперь опробуем наш новенький ну в какой-то мере прицепчик он настолько большой что непонятно если мы его полностью загрузим на 45 кубов сможет ли у нас трактор и его вообще потянуть если не сможет или будет тяжко тянуть можно поставить на поле комбайном подъезжать это вот перегрузка собственно для бедных смотрите места тут хватает еще с запасом так вот я по-то нормально работает потому что я когда мы ее купили по моему зимой я приобрел жатко все мне ночами не давала спать думаю не зря ли я выбросил 20 тысяч может быть не нужно было нужно было купить к нему родную работа мы убедились все нормально так но относительно быстро мы это все убрали нельзя сказать что много мы получили с этого урожая но тем не менее что то есть можем и или не можем опустить пустить молотила так я хотел посмотреть что у нас собственно с полями насколько через сколько они созреет чтобы можно было приехать и тоже начинать что-то делать что-то убирать так канулка растет хорошо тут тоже растет она уже вроде бы как смотрите да заколосилась а тут цветет и пахнет а что пчелки наши летают довольны и смотрите капец вылетает и смотрит прям перед тобой столько цветов не знаешь на какой цветок сесть хорошо и сейчас посмотрим магазине а вдруг там есть какая-нибудь какой-нибудь прицепчик подборщик со скидочкой а если и нету то я не буду спешить убирать эту солома пускай она тут лежит до осени я думаю с ней ничего не станется наоборот подсохнет хорошенько вдруг что-то появится если не подборщик то может быть тюковщик какой-нибудь потому что тот который мы брали он конечно хороший но слишком мелкие тюки у него и честно говоря тоже немножко забадываешься с этим с этими тюками складывать их прицеп бросать вот а там глядишь со временем может быть и прицеп подборщик можно будет приобрести так ну что у нас восемьдесят четыре тысячи да это я к тому что попробовать может быть там отвести туда пускай мелят будут молоть не будут молоть там непонятно пока что может быть это все таки не та культура которая мелится на мельнице хотя мне кажется сейчас муку из чего только не делают и из гречки делают и из ячменя из спроса из ну вообще какой только муки нету я знаю потому что у меня есть хлебопечка дома и я смотрел там разные виды там наверно с десяток их если не больше разных видов муки и соответственно разных видов хлебов может быть но в данном случае непонятно может быть там технологии еще не доросли до того момента давайте посмотрим что мы можем продать чтобы заработать девяносто шесть тысяч так яйки пока что не очень мед можем попытаться продать я вот выставил чтобы второй появился здесь но не появляется второе тут немножко что-то они не додумали мне кажется так и посмотрим что у нас собственно может быть что то есть толковое силосоуборочный комбайн нам до этого далеко вот это интересная штука честно говоря но очень дорогая и гербициды и удобрения да взял и все и тебе ее хватит на 150 лет 36 метров разброс капец классная штука и трактор трактор интересный среднего класса я так понимаю да орион 660 ну давайте посмотрим что у него по характеристикам 145 лошадок 50 км в час он может выдавать а интересно очень даже интересно 45000 ну он у нас третий то есть вот это исчезнет потом это а он еще останется может быть я приобрету вместо нашего джондира все таки быстрее будет катать так погнал я сейчас соберу вот это показать вам не буду соберу вот это все вывезу на продажу и мы подзаработаем немножко деньжат чтобы приобрести нам его в любом случае покупать этот завод сейчас там завтра послезавтра какая разница купим раньше чуть-чуть даже если эти зерновые на нем не обрабатываются то в следующем месяце у нас появятся те которые обрабатываются так продал я также на пекарне яйца которые у нас там были почти три поддона и у нас теперь 105 тысяч вот что я заметил есть такой вот непонятный глюкбак или что такое до какого-то момента продается а потом перестает продаваться непонятно почему может сюда кто его знает может быть не свежие яйца может быть на пекарне не нужно так много яиц и вот именно на пекарне происходит эта проблема по-моему уже ближе никак не положишь не поставишь ладно давайте заберем ага вот как-то ноль подажи от урожая ноль еще так я заберу поставлю пускай они там до полного доделают донесут до полного донесут но я вам же не рассказал пожалуй такой вот самый главный интересный момент это то что вчера мы тут я, Зинка, Михалыч и Игорек с лестницами лазили по крышам и залез я на крышу заправки забрал оттуда коллекционную фигурку овечки прямо на красных буквах там была где заправка вот а также потом мы пошли на магазин полезли Михалыч там переговорил чтобы нам дали возможность пошастать по крыше нашли на крыше магазина комбайн поэтому у нас прибавилось еще две фигурки и по-моему там буквально скоро коллекция будет уже готова то ли прицепов я не помню то ли комбайнов а это сто тысяч так что я уже даже знаю примерно куда я эти сто тысяч могу потом потратить так курочки давайте продолжайте свой упорный труд так медок освободил я к сожалению реально тяжелый я никак не могу поднять нужно нужно больше было тюков бросать чтобы значит под под этот подкачаться немножко да еще больше но у нас есть сараи тюки которые вот когда я стану совсем сильный то смогу и эти тюки бросать смотрите сейчас конечно по 400 килограмм слабо вот эти легко а эти конечно тяжковато нужно больше кушать и работать и вот яйца у нас белок есть мед теперь углеводы есть и смотрите фрукты и овощи все есть для успешного того чтобы стать каким-нибудь сильверством столоны так ну ладно это все конечно хорошо у нас тут пять тысяч давайте таки выполним эту задачу давайте мы переместимся сюда зерновая мельница и такой знаменательный момент вот я бы позвонил конечно михалычу чтобы он пришел и как-то этот поучаствовал порадовался что ли но он тоже занят все сейчас на работе кто не на работе у того там проблемы какие-нибудь по хозяйству по свинок покормить еще что-то 96 так ну вот и видим овес ячмень сорга и пшеничка все здесь можно то есть мы сейчас привезем то что собрали привезем сюда и будем делать муку я тут проезжал такой вот интересный мост и на мосту конечно же есть нам что собрать пещеры еще один какой-то мост но непонятно есть ли там что-нибудь или нет давайте выйдем и посмотрим вот а также здесь вот если кто вдруг не знает думаю что уже все знают вот там есть там есть там есть такие виды открываются классные площадки специальные в этой пещере там неимоверное количество фигурок просто неимоверно по-моему то ли 3 то ли 4 вот ну думаю что здесь вряд ли что-то будет слишком жирно на одном месте где множество фигурок иметь но осмотреть наверное все-таки стоит иногда не под мостами иногда они бывают на мостах вот тут им просто негде стоять погнали дальше что ты там трешься сейчас буду поворачивать тяжело трактор вроде бы как 13 ну да там еще сам прицеп тоже весь тем не менее тяжковато так смотрите здесь у нас мука да ага а там он я вижу поедем по кустам вот давай-давай-давай-давай тени-тени-тени вытянул так начать выгрузку ячменя давайте выгрузили работает ячмень мука заработала смотрите и довольно таки быстро производится но естественно тут уже набежали работники фабрика давно стояла не работала теперь вот появился новый хозяин все хотят сразу заработать так а что мы можем мы можем посмотреть до производства цикла в час цена в час рецепт ячмень исходящая продукция мука вот дальше что мы тут можем что-то как-то ага есть режим выхода то есть мы можем и продавать сразу муку но этого конечно делать не будем будем накапливать здорово здорово у нас еще одно производство появилось чем я вас и поздравляю так ладно побежал и дальше планировать что делать и чем заниматься и на поля также есть теперь куда продукцию свозить спасибо вам за то что смотрели не забывайте ставить лайки этому видео и встретимся в следующих частях а а а а а а а Продолжение следует...